Здесь вопрос, которому задающий прислал фотографии. Он не просит в вопросе проводить анализ себя, но он их прислал, несколько штук. Поэтому вот сейчас... Ну тогда ты решай, ну что же, или так? Я все-таки пришлю, раз отправили. Хорошо, давай. Раз отправили, потому что все вообще перепрысили. Мы, кстати говоря, уже в третьем часу ночи, вот стрим. Таких стримов вообще не бывает. Это любовь народная. Да, будем завершать с вопросами. Нет, ну я, пожалуйста, если приходит... Я повторяю, я работаю для людей, для народа. Если народ, я бы, конечно, так... Отправил. Ну, так... Понятно. Ну, наверное, он как-то из глубинок. Понимаете, как вы когда фотографируетесь... Ну, фотографируетесь как-то, я не знаю. Ну вот он увидел церковь или здание старое, эффектное. Шел мимо и просто встал. Вот просто он, какой он есть, извините, просто встал. Ну, это... Зачем? Я вот не... Просто на фоне Пушкина снимается семейство. В метро, по-моему, там... Есть вещи, которые я не понимаю. То есть я понимаю, но я не хочу понимать. Так, да. Ну что же. Артем Александрович отправил 5000 рублей. Добрый вечер, уважаемый Евгений Николаевич. Мне 33 года. Добрый ночей. Живую работаю в Красноярске. В этом году мне удалось побывать в Санкт-Петербурге, и я, наконец-то, увидел Исаакиевский собор. Ну, сколько, 33 года, это он прям затянул, да. Прогулялся по Дворцовой площади и был просто поражен красотой и монументальностью архитектуры. Подойдя к Александровской колонне, я просто замер от понимания ее масштаба и красоты формы. До этого я читал о ней в Википедии, разглядывал ее на фотографиях, в интернете. Ну, вот самому не стыдно, понимаешь, но я понимаю, что вы из Красноярска, ничего. Неважно. Ну, вот как это, может, но это только для маргиналов и дебилов, вот это, Википедия. Ну, еще на стенке, ну, там на заборе пишут слово из трех букв, там почитайте. Пожалуйста. Пожалуйста, помогите развеять мои сомнения, что в 19 веке были технологии, мощности для производства такого монумента. Не могу себе представить, как можно было обработать такой огромный кусок цельного гранита весом. Огромный кусок, это не гранит, а это... Я не хочу обижать вас и донатора, вы меня простите, но всему из предела. Вот я третий, смотри, вот сейчас, смотри, третий час ночи пошел стрима, и я должен в третьем часу отвечать на такой, извините, дебилизм. И вот какие должны быть у меня стальные нервы, чтобы с минимальными оскорблениями такое ответить? Ну, давай, задавай. Или все это? Ну, сейчас я быстро прочитаю. Да. Весом в 600 тонн и длиной 25 метров, получив в конце идеально гладкие грани и цилиндрическую форму с сужением к вершине. Вот, 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 здесь дерево, здесь дерево, вот, понимаешь, сужением к вершине. Что мы хотим? Какое, блядь, падение режима? Что мы хотим вот с такими вопросами? Ну, это, это 30, ему 33 года, вы представляете, это пройти мимо вообще всей истории физики, химии, биологии, вообще всего. Он, наверное, верит в этих, там, что, рептилоидов, еще что-то. Нет, так, слушайте, так Путин будет вечно, вот, честно, вот, 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 с такими вопросами это кошмар. В третьем часу ночи это такой беспросвет. Вы что? Ну, вы что из Красноярска? Ну, вы что? Ну, как, ну, какие сомнения? Что вас, 25 метров вас эти испугали? Если вы не знаете, как поднять колонну, это не значит, что никто не знает. Так, ну, дочитай, ладно, уже пройдем этот путь. Более того, сплавить ее по морю, а после снять... Как бы я их сейчас плавил по морю, у всех с такими вопросами. Эть, плоская земля, рептилоиды, ядерные бомбы в детстве, вот эта колонна не поднимающаяся, да, всех сплавить в одном. А после... Да, ну, говори. Сплавить, а после снять и установить на пьедестал. Так. Я уверен. А вам не пришло в голову, что вот вы на фоне фотографируете, на фоне там Исаакиевского, другие, там везде колонны. И каждая колонна на пьедестале, они все установлены. Вас это не смутило? Вам только, когда 25 метров это сложно. Так, ну ладно. Я уверен, что в наше время ни одна компания, ни одна страна не сможет повторить подобное ни за какие деньги. Вот придурок, а. Вот придурок. Спасибо. А вы вообще про Крымский мост слышали? Или вообще про любые мосты, там, до Манхэттени, про небоскребы, про вообще... Вы откуда, видите, вы вообще из какой деревни просто не можете повторить? Ну, сделайте запрос Ротенбергам, он сможет, серьезно. Ну, серьезно, ну вы чего? Ну, то есть, вот то, что вы написали. Первое. Вам надо... Я вам отвечаю на вопрос. Вам не ко мне надо. Я историк. Вам надо даже не к психотерапевту, даже не к психиатру. Вам нужно в психиатрическую больницу. Это первое. Второе. Почему там? Потому что вы опасны. Потому что я не знаю, где вы работаете, но если у вас такая пустота здесь, то вы опасны для окружающих. Это первое. Второе. У вас нужно отнять. Наверняка у вас есть какой-нибудь там аттестат зрелости школьный. Отнять. Потому что в школе вы, очевидно, не были. Или это липа полная школа была, как там институт и прочее. Вилку давать нельзя. Электрические приборы давать нельзя. Потому что за руль машины точно нельзя садиться. Это 100%. Это надо просто уже даже докладывать. Мотоцикл, все, машина, ничего. Вообще ничего. Даже велосипед опасный. Это первое. Второе. Самое сложное обсуждать и доказывать что-то до такой степени очевидное. И очень сложно общаться, спорить, действительно, с психически нездоровым человеком. И если у вас вопрос. Вот правда ли, что ее... Я даже не понимаю. В чем вопрос? Правда ли, что ее поставили, она перед вами... Вы можете потрогать ее. Она стоит. Ее поставили. Кто? Инопланетяне? Ну, нет. Ну, какие инопланетяне? Значит, ее поставили люди. Поставили точно в 19 веке. Потому что весь 20 век... Вы можете спросить, у вас, наверное, семья какая-нибудь есть. Вот там на фотографии кто-то есть, между собой, мама, да? 20 век известен. Там ее не могли поставить. Александровскую колонну в честь Александра Первого. Не могли ангелом поставить, да? Значит, в 19. Значит, смотрите. Александровская колонна. У вас есть вопрос. Как кто поставил? Конечно, ни в какую Википедию нормальный человек не ходит. У любого такого предмета есть архитектор, есть группа инженеров, там художники, кто тащил и прочее. Архитектор ее Монферран. Значит, вы берете биографию Монферрана. Помогал поднимать ее, как и многие прочие такие предметы. Помогал Бетанкур. Берете биографию Бетанкура. И читаете. Это книжки. Деточка. Деточка. Есть такой жанр книги. В том числе книги по истории. Вот это имеет отношение к теме истории. И там в книжечке про Монферрана и про Бетанкура есть описание того, как создавали и ставили Александровскую колонну, столб. И там есть внизу, деточка, ссылочки на первоисточники. Это документы, то есть накладные. Потому что этот кусок, кусок вообще-то это не мрамор и не гранит. Это вы кусок, извините. Вот этот гранит, вот этот неважный камень, его людишки, крестьяне, рабочие доставали. Они кому-то принадлежали. Им давали на это деньги, подводы, средства, сплавляли. Это все задокументировано. Все это, вот конкретно это, другое может быть, нет. Вот это сохранилось. Оно все есть в архивах. Видите ссылочку. Вы дальше, если вы шизофреник, если вы шизофреник и вы не верите, вы идете в архив. И там видите, что бумага несовременная. Что бумага и стиль несовременная. Что там чернила. Более того, не просто чернила, а не как в школе у мамы, вашей папы, дедушки. А орешковые чернила. Ну дальше я его не знаю. И если вы все равно продолжаете не верить, это проблема не исторически, не научная. Это проблема, что вы шизофреник. У вас шизотипическое расстройство, мания преследования. И вы, у вас вообще, так сказать, вы просто практически олигофрен. Извините, это реальность. Вот, значит, Бетанкур, Монферран. Но помимо этого, а почему вас, деточка, потому что я не могу по-другому к вам обращаться, хотя вы на фото. Вы, кстати, знаете, что можете потом, но я не могу, не имею права. Но он на фото больше колонны. Это громила 2 метра. Огромный, вот сколько, 30 лет ему. Громила 2 метра, а ума 0. А почему вас так удивило, что в Петербурге стоит такая высокая колонна, воздвигнутая в 19 веке? Деточка, а вы в Париже или в Риме были, там таких колонн вот так вот. И вы знаете, что Александровская колонна, она, как и все в России, была сделана на зло Западу. Ну, не все, но практически все. И она была сделана в подражание вандомской колонны. Колонна называется, это колонна Великой Армии. Она стоит на Вандомской площади в Париже, венчает ее фигура Наполеона Бонапарта, и отлита она бронзовая колонна из, значит, орудий, из захваченных орудий под Аустерлицем, там, где русскую армию разгромили. И строили ее с 805 по 810 год за 5 лет. И она по высоте практически такая же. Наши на несколько там каких-то сантиметров, пару метров из принципа решили, ну, это известно, сколько она была там до сантиметра, они решили, а вот мы сделаем такую же, только из принципа там на 2 сантиметра больше. Это вот такая, значит, ну, провинциальность. Это провинциальные комплексы российские сделали. А почему вас не удивляет фандомская колонна? А почему вас не удивляет огромное количество римских колонн, которые были сделаны 2000 лет назад? И отдельных колонн, как колонны Трояна, и огромные колонны, привезенные из Египта, с которых начинается, в общем, портал вход в Пантеон, великий Пантеон, которому, значит, несколько сотен, больше тысячи, почти 2000, 1800 лет. А не 19-й. Потому что Александрийская колонна, это 1830 какой-то, 34-й год. Да, по-моему, 34-й год. 1834-й. А за 1800 лет до этого уже были еще более серьезные колонны, ставились в Европе римлянами. А у меня ролик из Константинополя, из Стамбула. Да, когда я был проездом в Неаполь, из Стамбула, прошлой осенью, я снял ролик у чего? У годской колонны, у знаменитой годской колонны, которой больше 2000 лет. Как ее поставили, как ее перемещали. Она тоже на пьедестале стоит. Вот, и я ее трогал, есть фотографии, можете потрогать, прилетать. Вы просто из такой деревни, из такой какой-то вообще, но дело не в деревне, слушайте, Ломоносов тоже из деревни. Проблема в вас. Проблема в том, что вы прожили 33 года бессмысленно. Ваша жизнь не имеет смысла вообще. Потому что если в 33 года вы можете задавать такого тотального дебилизма вопросы, я повторяю, дело не в колонне Александровской. Дело в том, что этот ваш вопрос, он, это анализ медицинский того, что ваш организм дебилен, пусть что у вас ноль знаний вообще. Ноль знаний по истории, потому что это означает, что вы не знаете историю Российской империи, не знаете историю 19 века, не знаете историю Николая I, который создавал пропагандистские мифы, потому что это в честь Александра, в честь 12-го года, Александрийская колонна. Не знаете истории Монферрана, не знаете истории Витанкура, не знаете истории инженерного дела, не знаете истории вообще человеческого рода. Дальше. Вы не знаете, оказывается, истории Древнего Рима и Древней Греции, потому что если вас удивляет, что такая колонна возведена в XIX веке, почему вы не понимаете, что такое возводили 2000 лет назад? Да что, больше 2000 лет назад. А как колонны Парфенона на Акрополе в Древней Греции? Это как делалось? Это кто делал? Это каким образом делали? Вы что, не понимаете это? То есть вы тотально не... У вас ноль знаний о мире вообще. Включая инженерное дело и прочее, прочее. Плюс вам 33 года, и вы как баран на новые ворота смотрели на это и залезли в интернет. Это же смешно. Там есть книжные магазины, заходите. Мне бы хотелось... Там написано, кто сделал, кстати, на колонне, кто? Монферран. Можно мне книжку про Монферрана? И уж конкретно, если 2500 лет назад там есть документация, но не такая, конечно, подробная, то по этой колонне у нас вот так документов. Плюс это в мемуарах, в мемуарах петербуржцев той поры зафиксировано, как они строили, как они ждали, как торжественно ждали, значит, подъема. Потом торжественное открытие. Дальше. Это все в гравюрах, в литографиях зафиксировано вот так. Огромное количество гравюр и литографий про это сделано. Огромное количество переписки, что Николай I в дневнике, вот мы ждем, мы делаем, мы ждем, вот ждем, это нужно и так далее, и так далее. Это тонны документов. И это находится в течение 10 секунд. Повторяю, в интернете это 10 секунд, но только не на Идиотской Википедии, а сами источники. Вот оцифрованная монография книга про архитектора, про инженера, биография Николая I, вообще учебники истории России, монографии по истории Николаевского управления, или по пропаганде. Это все оцифровано. Но, допустим, хорошо, вы хотите взять саму книжку, пожалуйста, купите в магазине, возьмите в библиотеке. Там дальше ссылочка на откуда они взяли этот документ, вы идете, ездите в архив, он там есть, вам выдадут. И дело же, поймите, у вас, почему я начал с болезни? Ясно, что вы можете этого не читать. Это даже не обязательно, что вы читали Монферрана. Но здесь надо понять другое. Почему у вас такой идиотский вопрос возник? Потому что вы, первое, вы реально неадекватны, второе, вам, ну, я знаю, это проблема в интернете, есть один-два гопника, просто дегенераты от природы, которые обманывают невежественное население, ну, совсем невежественное, вот такими выдумками. Кто про Тартарию, кто про, значит, что-то там, ядерные войны до изобретения вообще, так сказать, возможности подобного и так далее. Есть пару абсолютно сумасшедших, грязных, в грязных свитерах, с перхотью сумасшедших, которые обманывают путем соединения каких-то в интернете картинок. Ну, это просто психбольные скоты. Ну, как же это можно слушать? То есть, до какой степени у вас внутри должно быть пусто, поймите, это может лечь только, когда пустота. Если бы у вас уже были бы знания, то этого на место этих знаний не вошло никак. Вот эта бредятина собачья. И я бы, конечно, вот тех, кто просто, ну, как бы сводит с ума людей, сводит с ума, потому что это никакая не точка зрения. Там не может быть точки зрения. Есть объективная реальность, да, абсолютная объективная реальность. Это просто намеренное, ну, что ли, даже, это не как это назвать, это намеренное искажение реальности, которое очень опасно социально, потому что бесконтрольно все это выкладывается и смотрится. Их, конечно, надо сажать. Этих, это все 2-3 сумасшедших. Они давно известны. Последние там 5 лет эти пару сумасшедших работают в интернете. Это очень опасные штучки. Так что, ну, вот, вы не, ну, жертва, ну, жертва. Это не вы жертва, это, извините, умные люди, жертвы тех, что такие, как вы живете в обществе. Это полная клиника, абсолютная, стопроцентная клиника. Поэтому просто читайте книги. Ну, это, там написано, кто архитектор, возьмите биографию. Поэтому просто книги. Вот сейчас и будет, вот сейчас будет, сейчас будет жестко. Сейчас, подожди. Подожди. Потому что у меня как раз про тартарию, я сказал, разоблачила там этот, а этот сейчас, подожди. Я не помню, я оставлял разоблачение этого или нет. Подожди. Подожди. это хорошо, что не лично. Это хорошо, что я бы ботинками просто. Это уже никак нельзя интеллектуально. Это просто. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не помню, оставил я, потому что я хотел тоже и про эти. Вот сейчас вам будет, сейчас просто этому. Вот смотрите, в моей монографии есть глава, называется «Историография», то есть «История темы». И там я рассказываю, как создавали пропагандистский миф о 12-м годе, какие были ученые, все были ученые и прочее. Первая часть посвящена, собственно, тому, что можно назвать ну, какими-то академическими исследованиями в той или иной мере по тем или иным вопросам и даже работе пропагандистов, как Евгений Викторович Тарли, как Альберт Захарович Манфрид, Бескровный, жили, ну, это, так сказать, псевдонаука, но так или иначе у них был академический декорум. То есть они писали, ну, в таком стиле псевдоакадемическом. Это первая часть главы «Историография». Там и французы, тоже все. Затем идет в этой главе раздел про околонаучные публикации такого толка, ну, совсем фривольного. И затем про просто вот ну, таких пиявок, которые намеренно пишут ахинею, клевещут и прочее. И совсем буквально три абзаца я был вынужден посвятить три абзаца, поскольку я знаю, что у меня огромная аудитория, даже это можно было бы даже не писать, потому что это, ну, это дело уже не в пропаганде, а дело в том, что это, ну, только как шизофреникам нужно объяснять, что белое – это белое, квадратное – это квадратное. И вот здесь вот здесь у меня уже дословно написано здесь три абзаца есть. Вот в конце уже, когда вся серьезная глава историографии прошла, про всех уже Тарлина написал по много страниц, уже 50 страниц написал, и три абзаца у меня посвящено вот бредовой вот этой ахинеи, которая вливает идиотски про некую тартарию, потом про всяких лойдов и про археологический культурный слой, про эти все ядерные войны, и, пожалуйста, третий, вот, смотрите, покажу, видите, сейчас, видите, Александровская колонна. И вот я вам даже читаю, что здесь. Это уже тогда, уже в интернете я читал подобные бредни, в 19 век могли, не могли поднять и прочее, и прочее, и поскольку мне важно было аудитории дать сразу верное направление по разным вопросам, и это тоже проблема есть, я посвятил, нашел маленький абзац, но и этой теме я посвятил, чтобы развеять всякие сомнения. Значит, Александровская колонна, это типовое сооружение, очень позднее для монументов подобного жанра, еще раз, очень позднее. Вот этот идиот спрашивает, а как они в 19 веке, 19 век это меньше двух зельдиных назад, вот зельдиный великий актер больше ста лет прожил, меньше двух дней, это все, если бы у вас была приличная семья, то у вас бы там был архив вашей семьи за 19 век, но очевидно, что вы не из приличной семьи. Александровская колонна, это типовое сооружение, очень позднее для монументов подобного жанра, она возведена как бы в ответ, вот, видите как, в ответ на вандомскую колонну, поставленную в Париже по приказу Наполеона в честь побед французской армии, в том числе под австралицем. Образованные люди знают, что подобные колонны научились поднимать еще несколько тысяч лет назад, к примеру, их можно наблюдать в Риме. Все этапы, вот, все этапы создания Александровской колонны нам известны, и сохранились сотни документов, проектов, подрядов, писем и так далее. Известный инженер, генерал-лейтенант А.А. Бетанкур, вот, смотрите, то, что я говорил, известный инженер, генерал-лейтенант А.А. Бетанкур сконструировал подъемную систему, в скобочках, обо всем этом подробнее, двоеточие, Кузнецов Д. Бетанкур, это автор Кузнецов, Москва, 2013 год, 479 страниц. В биографии, значит, Бетанкура, 479 страниц. Почему вы их не прочитали, а заданный идиотский вопрос? Которая состояла из строительного леса 47 метровой высотой. Вот строительный лес 47 метров высотой. 60 кабистанов и блоков, и блоков, в скобочках, обостройствах, подъемниках, двоеточие, для идиота, специально. Никитин Н.П. Агюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Ленинград, 1939 год, страница 257-я. Для ленивого идиота. В архивах имеются десятки подготовительных записок и чертежей. В 1832 году было устроено торжественное поднятие. Участвовало около 2000 солдат и 400 рабочих. Видите, до единого человека все выяснено. Почетные гости расположились на трибуне. Почему я говорил про мемуары. А толпа заняла все площадь и даже крыши домов. Об этом у нас есть детальные гравюры, а также сотни документов и записок современников. Двоеточие. Так сказать, специально для ленивых изображения этого мероприятия доступны в интернете. То есть, даже эти гравюры выложены в интернете, хотя в музее лучше в личной коллекции. Значит, к чему это все? Ну, очень тяжело не срываться и просто уже ни ногой, ни ботинком по таким бить. Очень тяжело. Очень. Потому что это, вы не понимаете, это за гранью. То есть, я повторяю, это не то, что он не понимает конкретно, что про колонну. Это значит, что у него ноль знаний, ноль понимания о мире вообще. И что такой конкретно он опасен в плане пользования бытовыми приборами, включая там, не знаю, может, бритва, пылесос и прочее. И если бы этот идиот прочитал мою монографию, здесь специально для идиотов уже развеяны сомнения и сказано, вот сколько рабочих поднимали, вот такими блоками, столько метров строительного, 47, конструкция 47 метров строительного леса. Все сказано из документов. Конкретно, вот тебе сноска, ссылка, какая страница, 257, у такого-то автора, который специально посвятил только Монферрану, только Бетанкуру, инженеру. Но это просто за гранью. Как они вообще такие? Вот такие вот и живут, они еще размножаются. Это просто мрак. Еще нарожает такое. Это просто полный. И вот сейчас полтретьего ночи. Знаете, сколько часов я в эфире? Вот сколько часов надо иметь энергию? Сколько мозг должен вот так работать? Это ни одна, ни лекция, ни спектакль, столько моноспектакль, столько не длится. Это человеческим силам не под силу. Вообще. И я вынужден в полтретьего ночи отвечать на вопрос такого идиота. Я повторяю, это медицинское. Это медицинское определение. Вам должно быть так стыдно, что вы должны на коленях передо мной изменяться за такие вопросы. Вы должны свою жизнь, я не знаю, как поменять. Это нужно все бросить и просто менять себя. Потому что это нельзя так существовать в этом диком состоянии, в состоянии дикости. А тех, кто вливает вот эту ахинею абсолютную, их, конечно, нужно просто за решеткой держать. Так, Антон, есть что там еще? Это когда сейчас меня осенило, что я же об этом писал. Я помню, что вот когда уже все, я прошел академическую науку, все вот этот раздел, у меня специально три абзаца про то, что вот пишут про эпоху и вот в интернете, потому что, ну, читают, у меня огромная аудитория, в отличие там от кого-то, значит, какого-нибудь Сидорова, у меня огромная аудитория, поэтому я был вынужден даже потратить три абзаца даже на развенчание этого безумного, даже не около научного, а просто безумного мифа. Я потратил, я написал, нет, это скотина не прочитала. Столько лет уже каждый день говорю, читайте, читайте, нет, это скотина не прочитала. Просто ленивая скотина. Просто ленивая скотина. Опасная для окружающих. И из-за вас все проблемы в обществе. Вот из-за таких невежных дебилов. Так, Антон, давай, ну что, дальше? Не, ну это меня просто выбило из себя. Ну же твари, скотина, скотина, прочитайте книгу, там написан ответ на ваш вопрос. дебилы. Ведь это же, поймите, они, из-за чего все, все убийства, все смерти, все дикости, все революции, войны мира, от дурости, вот от таких дураков. Это на вас лежит ответственность. Оно 33 года прожило, и задает такие вопросы, дебильные, которые в два года уже стыдно задавать. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...